Постановки Илья Вербуха уже давно завоевали сердца зрителей по всему миру. С начала июля звездная команда ежедневно, кроме понедельника, устраивает для жителей и гостей курорта яркое шоу на льду. На сегодняшний день мюзикл «Огни большого города» посетили уже более 50 тысяч человек. Я благодарен еще и за то, что Илья принял решение продлить ледовое шоу до 3 ноября. И еще тысячам гостей нашего города удастся посмотреть это великолепное зрелище, это великолепное ледовое шоу. Глава Сочи Анатолий Пахома выступил с инициативой провести мастер-класс звезд фигурного катания для юных сочинских спортсменов. Участники шоу Илья Вербуха с радостью согласились. Сегодня мэр привел 10 лучших сочинских фигуристов на олимпийский лед. Вы знаете, кто это? Да. Как его зовут? Я Вербух. Вот он тоже когда-то такой же маленький, пришел на каток, а потом стал выдающимся легендарным спортсменом. Да? И вы, наверное, такими станете. Мастер-класс для сочинских фигуристов провели Алексей Ягудин, Роман Костомаров и Оксана Домнина. Несмотря на плотный график, солисты шоу с интересом делились секретами своего мастерства. Да, и олимпийский лед тоже добавил детям положительных ощущений. Задача состоит в том, чтобы все постолимпийское наследие продолжало жить, продолжало работать на россиян, продолжало работать на всех тех, кто приезжает в Сочи, на всю нашу страну. Это очень-очень важно. Среди 10 лучших сочинских фигуристов есть уже маленькая звезда Юлии Жировой всего 6 лет и она уже выступает в шоу «Огни Большого Города». Илья Вербух отмечает, за время выступлений Юля многому научилась. Мама спортсменки старается посещать все выступления дочери. Ну не все, она пропускается, потому что мне же надо еще накраситься там, сделать прически. Мастер-класс длился около часа. Сочинские фигуристы успели почерпнуть для себя много нового. Но самое главное у ребят после встречи со спортсменами такой величины появился стимул и вера в себя. Я очень благодарна главе города Сочи, я очень благодарна Илье Авербуху за предоставленную возможность покататься рядом с такими выдающимися фигуристами, просто олимпийскими чемпионами. Ну, масса эмоций, конечно. Спасибо всем. Море и город в Сочи были всегда, а вот лед появился недавно. Тем не менее, зимние виды спорта на курорте развиваются с олимпийским размахом. Сегодня уже более 700 детей пришли в секции по зимним видам спорта. В сентябре их станет на 100 больше.